Всем большой привет! Спасибо, что заглянули ко мне на обзор. Кто со мной еще не знаком, меня зовут Наташа. Сегодня зашла я в Победу. Хочу показать вам цены в этом магазине и товары, которые я здесь покупаю. Посмотрев это видео, вы будете знать, что и почем можно купить в этом магазине. Под прошлым видео из Победы, кстати, было несколько комментариев, что цены здесь высокие. И мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Потому что у нас в Победе всегда, как я не зайду, очень много покупателей. И это явный показатель, что магазин держит, в принципе, хороший ценник. Давайте посмотрим, что есть из рыбы в холодильнике. Минтай и скумбрии. Скумбрии совсем немножко. Два или три пакетика. А вот с ментая много. И ментай, кстати, очень даже неплохой сегодня. Скумбрию я никогда не беру, а вот ментай, если я и беру, то именно в Победе. Единственное, смотрю, чтобы рыбки были крупненькие. И цвет розовый люблю, когда светленький ментай. Сегодня ментай хороший. Ментай за килограмм цена 142,90. В кумбрии 169,90. А в этом холодильнике в следующем филе горбуши. Большие куски. Килограмм с лишним всем. Я посмотрела несколько. Цена за килограмм 319 рублей. Пишите, почем у вас рыбу продают. Будет интересно цены сравнить. Дороже, дешевле. Какую рыбу любите, какую покупаете. Пишите в комментариях обязательно. Здесь почему-то полупустой холодильник. То ли раскупили все, то ли не привезли. Кстати, всегда вот есть замороженная клубника в наличии 700 грамм. Производство с Саратов 139 рублей за упаковку. Это сердечки куриные. Я их не беру. Я беру всегда печень куриную. Птицефабрика Акашевская. Цена печени 500 грамм. Подложка 89,90. Но сегодня я ее почему-то не вижу. Тушенка говядина высший сорт. Банка 325 грамм. Производят пенза. Мы такую тушенку пробовали пару раз. Есть можно, мясо было. Я просто не особый любитель тушенки. Поэтому не берем часто. Цена 99,90. Такой баночки. Консервированные ананасы принцесса вкуса. Объем одинаковый. 580 миллилитров. Но есть банки кусочками ананасы. А есть колечками. Отличаются только этим. И ценой, конечно же. Колечками подороже 125 рублей. Кусочками 104 рубля. Я люблю ананасы. Но вот конкретно эти мы брали, покупали. И мне совершенно не понравились. Потому что очень жесткие мне попались. Если вы пробовали, пишите ваше мнение о качестве. Тоже будет интересно почитать. Покажу вам блинчики фаршированные. Сначала покажу вам вот эти. Это весовые. Килограмм стоит 139 рублей. Блинчики фаршированные мясом. Мы их покупали. Говорю им нет. Очень жирные, тяжелые. Мне не нравятся. Поэтому не рекомендую. А вот эти рекомендую. Вот прям смело. Потому что это очень вкусно. Упаковка 840 грамм. Эти блинчики фаршированные творогом. Действительно и вкусно, и удобно. Очень даже хорошо, что я сегодня зашла. У меня как раз кончились морозилки такие. Цена 97 рублей за упаковку. В моей морозилке всегда есть такая упаковка. Потому что это очень удобно. И сегодня, конечно же, тоже обязательно их возьму. Иногда бывает некогда готовить. Достал на завтрак, разогрел и вперед. Очень быстро и комфортно. Тесто слоеное бездрожжевое. Есть и дрожжевое, но я всегда беру себе бездрожжевое. Тоже очень удобно. Думаю, многие себе покупают. Потому что очень быстро, да? Удобно в приготовлении. 500 грамм упаковка. Цена 46,90. Мне нужно молоко. Я всегда беру вот это. Важные коровы. 4% топленые. Естественно, смотрю сразу на дату. Но меня здесь немножечко не устраивает. Есть еще 67,90 цена. Есть вот такая. Это уже большая бутылка. 94,90. И вот это. Это 3,2, по-моему, процента. Вот это молоко. 60,90. Возвращаюсь к своему. Ну и, конечно, нашла вот посвежее. Возьму его. Шоколадный плавленый сыр. Вот этот карат я тоже всегда покупаю на постоянной основе. Мне очень нравится на хлебце его намазывать, как бутербродик. И очень вкусно. 71,90 ценник. А вот такие сыры в последнее время перестала брать в победе. Потому что как не возьмешь, так резина. Как не возьмешь, так на выброс. Показываю вам ценники. Может быть, вы покупаете какой-то сыр. Знаете, какой вкусный. Но я давно не могу напасть вот именно на вкусный, хороший сыр. Все как сырный продукт. Хотя написано, что сыр. Сегодня вам показываю то, что я беру. Сама всегда в победе. Вот этот язык в жиле мне очень нравится. Кто любит заливное, тот оценит. Смотрите, приправками. Вкусно, действительно вкусно. Напала вот на него, распробовала. И теперь покупаю всегда. Цена за упаковку здесь 400 грамм. 149,90. Вот такую буженину тоже покупали неоднократно. Конечно, из мяса птицы, вареное-копченое мясо. Но на бутерброд очень даже неплохо. 450 грамм упаковочка. Цена 154,90. Фрукты и овощи тоже практически все всегда берем в победе. Сегодня картошка неплохая. 34,90 ценник за килограмм. А вот фрукты сегодня как-то так себе. Яблоки, няхти страшненькие. Виноград. Непонятно. Огурцы, посмотрите. Ужасные огурцы на самом деле. Желтые. Уже жухлые все. Повядшие. И цена 138. Ну что, мои дорогие, как вы считаете, завышенные ценники или все-таки нормальные? Стоит ходить в этот магазин или забыть сюда дорогу? Пишите свое мнение. Я могу сказать, что мы ходим в победу. Покупаем продукты. Конечно, не все. В принципе, наверное, как и везде. Везде есть какие-то преимущества, приоритеты, а есть исключения. Если вы также покупаете продукты в этом магазине, напишите, что вы можете порекомендовать, что вам лично нравится, а вот что покупать не стоит. А я желаю вам всего самого светлого и доброго. Хорошего вам настроения и, конечно же, отличных покупок. Благодарю всех, что поддерживаете меня своими теплыми лайками. Для меня это очень важно. Ну и, конечно же, не забывайте, что обзоры на канале выходят каждый день в 4 часа. Вернее, в 16.00. И уже сейчас вы можете найти интересные обзоры из таких магазинов, как Маяк, Светофор, Фикс Прайс, Галамарк, Ашан, Лента. Пожалуйста, выбирайте на свой вкус. И до новых встреч на новом обзоре.